Бусидо Очередной бой и на этот раз встречается Юко Миято против своего земляка Казуо Ямадзаки. Так, наверное, и будем говорить. Миято против Ямадзаки. Темный ринг, все-таки восхитительно выглядит Будокан. Кстати, Юко Миято заслужил репутацию маленького человека в спорте для больших. Компенсирует Миято свой невысокий рост очень и очень длительными тренировками. Посмотрим, сможет ли он сегодня воплотить в жизнь то, чему так долго тренировался в детской, юношеской спортивной школе. Действительно, по сравнению со всеми предыдущими атлетами, просто-напросто лилипуд в стране великанов. Меньше рефери даже, судя по всему. По крайней мере, как вот сейчас показывала камера. И вот, ну тоже думается мне, то, что мы сейчас видели, человек далеко не гренадерского роста. Будем все-таки сейчас разбираться, кто из них Миято, а кто из них Ямадзаки. А что касается Ямадзаки, он из Токио, кстати говоря, боец номер два в Японии. Это дорогого, друзья мои, стоит. Но титул его находится под угрозой, поскольку в последних двух боях он потерпел поражение. Вот все-таки, как многие японцы взяли у американских ведущих того или иного шоу. И сейчас будет длительное. Юко Миято! Ну, вполне вероятно, что это он. Точно, я угадал. Юко Миято родом из Канагавы, ему 30 лет. И рост у него всего-навсего 5 фунтов и 10 дюймов, вес 200 фунтов. Посмотрим его статистику. 14 боев, всего-навсего 2 победы, 12 поражений. Ничьих у него в активе нету ни одной. Его соперник Казо Ямазаки, ненамного он выше Миято. 31 год этому спортсмену, но, судя по тем статистическим данным, которые мы видим, намного все-таки выше. 6 футов и 3 дюйма и вес 230 фунтов. И повыше, и потяжелее. 14 боев и очень неплохой, даже положительный баланс. Побед, 9 побед, 5 поражений у Ямазаки. Все-таки второй боец в Японии, это дорогого стоит. Посмотрим, что же сейчас будут предпринимать оба спортсмена. Как мы знаем, у японцев очень хорошо развиты удары ногами. И вот, посмотрите, Ямазаки обращает внимание рефери на амуницию Миято. Все, проблемы решены. И вот бой. Ну, естественно, кто-то должен начать бить ногами. Это был Ямазаки. Ну, и соперник его все-таки даром, что японец, машут ногами почем зря. Интересно, а есть ли что-нибудь у них в арсенале, кроме ударов ногами? Это демонстрирует Миято. И пошел он вперед. Ну, спасительные канаты не зря расположены на этом ринге. Естественно, судья сразу же прекращает бой и пытается разнять спортсменов. А те не хотят. Вот правильно. Судья, наконец-то, вступил в дело. Показал, что он тоже здесь не ради мебели стоит. А то получились практически три топли на плющихе. Два спортсмена, третий судья. Можно, опять-таки, на троих сообразить. Но вернемся к бою. Судья почему-то проходит перед... Камера отличная, отличный бросок. И по логике вещей, один балл нужно скостить Миято. Но, очевидно, у судьи другая точка зрения. Хотя, когда покажут табло, мы увидим счет в данную секунду. Что-то вот сейчас удары руками пошли из области дворовой драки. Великолепный удар ногами. Великолепно, великолепно. Действительно, 15-12. Переди Миято. И Ямазаки должен долго приходить в себя после такого удара. Прямо в живот солнечное сплетение. Схватил он удар пяткой правой ноги. И сразу же достойный ответ. Захват лодыжки в исполнении Ямазаки. Причем идет на болевой, но, тем не менее, канаты. 14-12 немножечко сокращает разрыв в счете Ямазаки. Один балл у него долой, списали рефери. Все-таки, вот кто придумал эти канаты? Нет, чтобы сделать подальше канаты от спортсменов. Либо побольше рингу строить. А то чуть-чуть что, сразу же за канаты. Где же тут дух самурая-то? Тем временем, пока я рассуждал на эту тему, последовал бросок исполнения Миято. Попытка болевого приема. Но кто-то там покрикивает. Очевидно, это Ямазаки. И сразу же, смотрите, ситуация изменилась. И Ямазаки правильно делает. Он оттаскивает Миято в центр ринга, чтобы никакие канаты не помогли этому маленькому спортсмену схватиться за них и остановить бой. По какой-то причине, неведомой для меня, Ямазаки тоже падает. Все-таки, друзья мои, в этом элемент шоу тоже присутствует. Захват пятки. Захват пятки. И сейчас нужно каким-то образом эту самую пятку освободить. Это я советую как-то так вот виртуально Миято. И Миято, очевидно, услышал меня и думает на эту тему, каким же образом он будет освобождать свою правую ногу. Надо набраться сил, действительно. А можно еще укусить ногу Ямазаки, чтобы неповадно было. Вот это гримаса боли. Уберите ногу, рефери! Ну, прям жалко мне Миято. Он бедный так скривился, как будто бы съел отравленную тушенку. Но великолепно Миято справился с этой ситуацией. Он уже на ногах стоит. И что же будет делать? Руки выставляет вперед Ямазаки. Очевидно, чего-то ждет. Он понимает, что от маленького спортсмена, который находится на очень маленьком расстоянии от его лица, можно ожидать всего вплоть до удара кулаком в лицо. И если бы такой удар прошел, то, думается мне, Ямазаки долго бы не пришел в себя. Вот смешались в кучу кони, люди, ноги спортсменов и сами спортсмены. Болевой очередной. Миято кричит. Хорошо, что мы не понимаем японского, а он кричит не на русском языке. Вот он! Получи! Пяткой в правую скулу! Вот таким образом отреагировал Миято на тот болевой прием, который демонстрирует ему Ямазаки. А вот проблема коротких рук, пожалуйста. Хотел вдарить в челюсть, но не получилось. Не прошел этот удар. И в очередной раз все-таки, почему же они оба одели черное трико, черные костюмы? Никак не разобрать, где чья нога. Вот, пожалуйста, Миято долбит ногой по шее. А Ямазаки все ни почем. Он только идет на болевой. Миято сейчас не позавидуешь, действительно. Что-то он отдувается, как штангист. И сейчас будут принимать какие-то титанические усилия, поскольку, как мы помним, и выше, и тяжелее Ямазаки. Но вот какой молодец, малыш! Смотрите, он элегантно, каким-то кувырком ушел от захвата Ямазаки. И вот давно пора было этому рефери вдарить в репу. Извините меня, конечно, за выражение. Поскольку этот лысый уже достал. Ямазаки только начал идти в атаку. Рефери ему мешает. Но, получи! Да, Ямазаки настроен не на шутку, но и Миято тоже. Вот пошла настоящая борьба, настоящая драка в духе тех зубодробительных боевиков, которые мы видим по нашему телевидению и на видеокассетах лицензионных, а больше пиратских. Вот это то, чего мы ожидаем от настоящей японской борьбы. И, невзирая на авторитеты, невзирая на рост и вес, и самое главное, несмотря на судью, бойцы начали бить друг друга без зазрения совести. Но вот почему-то в этой самой схватке произошел небольшой перерыв. Пока, очевидно, тоже менять тактику будет кто-то. Либо Миято, либо Ямазаки. Я, кстати говоря, ставлю на этого малыша. Чем-то он мне нравится. Посмотрим, сможет он победить или нет своего более маститого оппонента, бойца номер два в Японии. Но и Ямазаки, собственно говоря, речь идет именно о нем. Не обещает легкой прогулки своему оппоненту Миято. Вот мы видим, что бойцы перешли в ближний бой и перестали использовать удары ногами. Сейчас в ход пошли руки и что-то непонятное происходило только что. Но Миято в очередной раз оказывается верхом на сопернике. И сейчас малышу нужно сделать все, чтобы провести болевой прием. Двойной захват и в очередной раз непонятно, где чья рука. Только по напульсникам красного цвета, а не у Ямазаки, можно определить, что у того руки скрещены в страшный замок. И Миято предпринимает все самые нечеловеческие усилия для того, чтобы освободить этот самый захват и вырвать руку Ямазаки для того, чтобы провести болевой. Ничего не получается, решили спортсмены отдохнуть. Ну, почему, собственно говоря, и не полежать на ринге, тем более, что силы человеческие не беспредельны. Очень хочется сейчас увидеть табло, какой же счет у нас в этом поединке. Пытается провести болевой Ямазаки, но спасительные канаты. 12-13. Похоже, впереди Миято, но Ямазаки стремительно сокращает отрыв. Вот он, пожалуйста, наш лилипуд, наш Миято бросает через себя своего более маститого оппонента. И получает несколько ударов позвоночника по печени. Пожалуйста, как известно, хороший удар по печени заменяет кружку пива. В Японии пиво, кстати говоря, друзья, неплохое. Говорю это вам по секрету. Очередной болевой в исполнении Ямазаки. Пройдет ли он? Миято крутится, как уш на сковородке. И, ну, Ямазаки, естественно, нужно опять оттаскивать. Оттаскивает своего соперника от канатов ближе к центру ринга для того, чтобы нельзя было остановить бой. Довольно-таки неплохую растяжку сейчас мы видим у Миято. Но, тем не менее, пытается разорвать просто-напросто на английский флаг практически своего соперника Ямазаки. И потом следует очередная попытка болевого. Рефери просто-напросто разбирает эти завалы из ног и рук спортсменов. И в очередной раз разводит соперников по углам ринга. Опять какие-то проблемы в амуниции у Миято. Все-таки, думается мне, это такие тактические ходы со стороны и тренеров, и самого бойца. Все-таки воевать против второго бойца Японии не каждому дано. И перед их вот такой в виде вымоченных шнурков, чего-то еще, он дает, конечно, время для того, чтобы прийти из себя. Но, тем не менее, в очередной раз сошлись бойцы и удары ногами для начала. Вот, пожалуйста, вам! Вы видели это? Великолепно! Балдалой! Это был Ямазаки, который бросил своего соперника на ринг и даже не почувствовал, по-моему, это был как такой мешок с соломой. И, естественно, Миято ничего не понимает, но посмотрел бы я на вас после такого броска. Миято немножечко пришел в себя и опять пошел в атаку. Получил в ухо левой ногой. А Ямазаки опять пытается провести тот же самый прием. Но нет, меняет. Меняет он прием. И сразу же Миято этот воспользовался. Опять замок. Вот здесь очень хорошо видно на этом плане, великолепно, как скрещивают руки Ямазаки, не давая разорвать этот практически стальной захват. Миято пытается сделать хоть что-то, но я не знаю, я бы, конечно, укусил его в руку. А вы, друзья мои, Миято, ну, нам можно, конечно, передохнуть лежа. А судья-то что? Вообще он ушел, по-моему, покурить немножко. Нет, появился. И Ямазаки перехватил инициативу. Пожалуйста. Очевидно, кроме этого захвата лодыжки, ничего больше Ямазаки не умеет. Все-таки нравится мне этот малыш. Не знаю, как вам, друзья. А мне нравится. Молодец. Знает время, когда можно перевести дух, когда можно полежать и отдохнуть, когда вовремя подышать, когда опереться на ринг. Вот, пожалуйста, как сейчас. А вот почему сейчас Ямазаки не двинул ногой в пах Миято, я не знаю. Не знаю. Очевидно, он не видел этого совершенно очевидного положения у Миято, то, что тот раскрылся, бедный. И сейчас нужно давить. Миято! Миято! Давай души его! Не знаю, наверное, комментаторам не пристало так открыто болеть за своего кумира, но ничего не могу я с собой поделать. Все-таки надо вообще показать Ямазаки, где его место. Второй боец, это не первый в Японии. И кто знает, может быть, Миято станет тем самым номером один в этой стране восходящего солнца. Но что ты сейчас, Ямазаки, не позавидуешь. Вот, пожалуйста, Миято делает с ним все, что хочет. А у Ямазаки, судя по всему, шея находится на шарнирах. Великолепно Миято уходит от болевого, но сейчас его положению не позавидуешь. Не позавидуешь, поскольку Ямазаки пошел на болевой, и Миято пытается сделать то, что несколькими минутами ранее делал уже Ямазаки. Сделать замок на руках. Великолепно уходит он от захвата и сразу же начал догонять своего соперника ударами по печени. Но теперь же надо передохнуть Ямазаки, естественно, постоять в углу ринга и держаться за канаты. Миято зовет соперника в центр, мол, иди сюда. Ты, самурай, я такой же самурай, как и ты. Что ж ты меня боишься-то? В конце концов, уже и рефери пришел на подмогу Мияти. Действительно, что ж Ямазаки, казалось бы, такие титулы, такой хороший послужной список, а в бой в центр ринга не идет. Но вот все проблемы решены, и оба спортсмена в очередной раз начинают хватать друг другу руками и махать ногами друг у друга перед носом. Захваты неплохие, и в очередной раз встали они в позе двух баранов из известной детской сказочки. Все, вот судья вечно мешает увидеть то, что сейчас происходит на ринге, а происходит захват. Миято, причем пошел удушающий болевой прием. Посмотрите, что творится сейчас с Миято. Боже мой, бедный, несчастный Миято. Посмотрите, говорит, на ногу. Посмотрите на ногу, судья, вражина. Посмотрите, что я сейчас буду делать, мол, с ногой врага своего. Хотя, как известно, в спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Как пелось в известной песне про Олимпиаду, которую написала Александра Пахмутова. Кто-то коснулся канатов. Кто это? Это, очевидно, Миято. Действительно, это был Миято, но канаты в данном случае ему сослужили добрую службу. И два удара неплохих в исполнении Ямазаки. А у Миято, очевидно, было сбито дыхание. Правильно, уползай, малыш, уползай. Смотрите, как изменился счет. 12-5. Вот эта вот двух-трех минуточка в исполнении Ямазаки была очень неплоха. Я все равно болею за Миято. Оттого кидают, как путь с соломой. Все-таки Ямазаки действительно, как-то недооценил я этого спортсмена. Все болевой, чистая победа. К сожалению, если бы я поставил деньги на этого маленького спортсмена, на Миято, я бы проиграл довольно-таки крупную сумму, поскольку проиграл он в чистую. Бедный, малый, продолжает молотить по рингу, даже не осознавая того, что бой-то уже закончился. Миято, вставай. Все, цирк уехал, а ты один остался. Жаль, но что делать? Все-таки вот в этом виде борьбы рост и вес сыграют колоссальное значение. Продолжение следует...